Но я не буду подробно сейчас останавливаться, сколько человек в каждом весе. И сейчас мы увидим поединок, где Олег Саитов будет проводить бой с Малказом Деркаташвили, спортсмен из Грузии. Итак, Малказ Деркаташвили. Та же весовая категория, 69 килограммов, очень ответственный этот поединок и в углу неизменный тренер, спортсмена Уткин, который постоянно сопровождает на всех соревнованиях буквально своего спортсмена. Ну, тренер это отец родной, который буквально во всем помогает своему спортсмену и перед тем, как он выходит на ринг и во время его поединка. А уж о том говорить, сколько сил каждый тренер вкладывает в своего воспитанника, ну тут, по-моему, речь об этом не идет. Итак, давайте внимательно будем наблюдать за этим поединком первый раунд. Очень чувствительный Олег Саитов, но я хочу сказать, что соперник у него также грозный. Первый раунд, пока равный счет, но в перерыве я скажу, как начинали эти спортсмены. Конечно, мне прислали вот графики этих поединков. И здесь, в этом поединке, конечно, видите, как грамотно, отступая назад, делая небольшие шаги назад, Олег Саитов проваливает своего соперника, не давая ему, и сам контратакует достаточно точно. И вот судьи все-таки умудряются заметить удары, которые проводит Олег Саитов по туловищу. И вот внимательно, внимательно, вот сейчас в этом поединке, обратите внимание, дорогие друзья, и расслабьтесь, может быть, вот. Этот бой будет очень серьезный. И здесь нужно обмануть своего соперника, поскольку Малхас Беркаташ Сашвили все время будет притинговать. Это однозначно. И вот здесь нужно быть очень внимательным с тем, чтобы не пропускать удары, и в свою очередь защищаясь, наказывать его. То есть продемонстрировать то искусство, в котором и заключается весь поединок. Не дать возможности своему сопернику активно проводить поединки, а самому наказывать его, давая возможность ему провалиться. И я думаю, что вот этой тактике, если будет придерживаться Саитов, то мне кажется, что проблем у него не будет. Но я хочу обратить ваше внимание, очень у него достойный соперник. Вот. И все внимание, дорогие друзья, мы должны уделить этому бою, потому что мы всегда верили в Олега Саитова, и он не подводил нас никогда, выходя на ответственные соревнования. Много насудил я Олега Саитова в сборной команде России. Знаю, как тяжело достаются поединки этому спортсмену. И вот он может проиграть отборочные, скажем, соревнования, там все, но каким-то образом умудряется собираться. Это только одному ему известно, как у него это все получается. И вот на ответственные поединки он всегда выходит очень собранный и заряжен только на победу. Спортмен из Грузии выиграл свой первый поединок у спортсмена из Армении. Затем он выиграл у спортсмена из Швейцарии. Саитов победил спортсмена из Швеции. Затем он выиграл у спортсмена из Германии. И вот четверть финальный поединок. И вот разницу вы видите. Она не такая большая, 7 очков, но второй раунд. И вы помните, в Атланте стал алифийским чемпионом Олег Саитовский. Сыдные 64 года и получил кубок Вала Баркера. Но вот здесь поворачиваться все равно нельзя к сопернику затылком. И мне кажется, не нужно здесь обмениваться ударами. Хотя вот наблюдая этот поединок со стороны, проще простого, казалось бы, об этом говорить. Но вот в такой переигрывать своего соперника, да, на дистанции моментально. Вот эти точные удары справа, слева джебы, которые разрушают и атаки соперника, и заставляют постоянно его быть в напряжении. Вот таким вот образом. И ни в коем случае, да, не стараться сблизиться с этим соперником, потому что физически он выглядит, безусловно, сильнее Олега Саитова. Но вы знаете, что в боксе не всегда физически, да не всегда, подчас не всегда физически сильные соперники имеют свое преимущество над спортсменами, которые демонстрируют прекрасную технику и тактику в этом, проводя свои поединки. И вот эту технику сейчас и тактику прекрасно демонстрирует Олег Саитов. И разницу в очках, вы уже видите, там, по-моему, 20-ти достигнут. И вот я уже не думаю, состоится этот раунд следующий или нет, поскольку в 20 очков разница, и судьи могут, да, остановить этот поединок, что, по-моему, и происходит. И здесь победу ввиду явного преимущества. Но вот сейчас грубо, безусловно, действовал спортсмен из Грузии. Вы обратили внимание, что он в правосторонней стойке боксирует. Я уж на этом не акцентирую внимание, поскольку знаю, насколько зрители подготовлены на канале Евроспорт, наблюдая постоянно поединки профессионалов. Итак, победу ввиду явного преимущества одержал Олег Саитов в этом бою, с чем мы и поздравляем Олега. Таким образом, Олег Саитов в полуфинале. Вот очень тепло его поздравил тренер из Грузии. А прежде чем мы увидим следующий четверсинальный поединок, мы отдыхаем.